Некомфортно, душно, тесно. Поездка в Ульяновском общественном транспорте не вызывает положительных эмоций у горожан. Застать пассажирский автобус вовремя не так-то просто. Транспорт появляется на остановках раз в 15-20 минут. И если удача все же улыбнется и нужная маршрутка подоспеет в срок, чтобы уехать в пункт назначения, нужно пройти квест и попасть внутрь. На любой остановке, независимо, куда ехать, в какую сторону, постоянно долгое ожидание. Городские власти боролись с проблемой путем транспортной реформы. Она, в свою очередь, не оправдала ожиданий. Губернаторы области продолжали поступать негативные обращения от ульяновцев. К сожалению, у нас система общественного транспорта много лет находится в неудовлетворительном состоянии. Все попытки городской власти, особенно прошлогодняя ситуация в лучшую сторону, не изменили. Чтобы перевести ее в цивилизованный вид, потребуется немало времени и усилий. Алексей Русских добавил, в первую очередь нужно вывести госпредприятие ПТП-1 из состояния банкротства, обновить подвижной состав и восстановить самые востребованные маршруты. Один из таких – тридцатый, и по нему много лет следовал всего один автобус. Армия экологически чистых помощников подоспела по региональной программе. Первая партия нового транспорта с этой недели курсирует по городу. Ждать автобус пришлось недолго, примерно пяти минут. Этого удалось добиться за счет увеличения единиц подвижного состава. Добавлено 10 новых автобусов марки «Семас». Пассажиры сразу отметили массу плюсов. Салон просторный, компоновка сидений позволяет не загружать проход. Есть возможность бесконтактной оплаты проезда, а для молодежи предусмотрены USB-порты. Для инвалидов и мамочек с колясками – удобный пандус. А главное – появилась возможность без сложных ухщрений добраться из центра города в Заволжье. Ранее местные жители называли тридцатый маршрут мифическим. Очень удобно, маршрута не приходится долго ждать. Благодарим администрацию за все хорошее, что для нас сделали. Для нашего города это большое событие, потому что на самом деле стало очень удобно и комфортно ездить. А это что самое главное для пассажира? Настроение уже от поездки, ну и, конечно, потом настрой на весь день. Довольные водители, помимо современной кабины управления автобусом, они получили прибавку к заработной плате. Плюс сократились часы сверхурочной работы. За счет увеличения кадров перевозчики выходят в рейс строго по графику. Тепло, легко, хорошо. То есть смену не замечаешь, как отрабатываешь. А если раньше автобусы были, очень тяжело. Возобновление одного маршрута не панацея для оздоровления системы общественного транспорта. Губернатор поручил продолжить работу. В скором времени на линию вернется 59-й маршрут. Сразу 20 новых автобусов будут курсировать от кондитерской фабрики «Волжанка» на Гая до улицы Подлесная.